Добро пожаловать в новый влог! И вы увидите то, чего никогда не видели. Вы когда-нибудь видели папу у плиты? Чудеса преображения, что в принципе никогда не видела я. Рен Сигал вас морит голодом. Он в принципе ни разу ничего не готовил. Ты просто в полном смятении. И потом вот эти женщины обманывают, дурят мужчин. Друзья, вы знаете, как называется ситуация, когда уезжаешь из Израиля, потому что очень жарко, и эта жара настигает тебя в Варшаве? Знаете? Вот и я не знаю. Очень жарко, очень. Плюс 32. И несмотря на эту изнывающую жару, мы едем по делам, и вас я беру с собой. Передача называется «Как всё успеть в один понедельник». Английский у меня, магазины, кормнюсику, кое-что хочу купить для волос и... У нас на кухне новый шипповар Виктор, и он будет готовить форель. Стадий, стадий и ещё раз стадий. Это, видимо, мой девиз по жизни, друзья. Это я просто вышла с английского под вдохновением. А вообще я учусь всю жизнь. Новый язык, потому что я учила иврит, я учила польский, я учила английский. Всё время какие-то новые-новые изучения, новые профессии. В общем. Ну что, едем за хвостиком? Ты как? Смотрите, что я купила. Ну, вы, конечно, не знаете, что это. Увидите чуть-чуть позже, что это такое. Это будут чудеса преображения. Чудеса преображения волос. Раскрыт секрет красивой накачанной попки. Посмотрите, что я обнаружила. Спешл труселя для упругой красавицы. Офигеть. Нет, ну вот серьёзно. Значит, прицепила хвост. Что мы ещё видели в этом? Это знаменитый наш китайский магазинчик. Всё есть. Значит, можно прицепить хвост, наклеить ногти, наклеить ресницы, надеть такие труселя, надеть, соответственно, бельё. И вот она, натуральная красота. Да, Витя? И потом вот эти женщины натуральные обманывают, дурят мужчин. Вот мужчина знакомится с такой роскошной барышней. Во всём этом... Во всём этом тюнинге, так сказать. И потом наступает разочарование. Виктор так впечатлил с этими труселями, что забыл нюзкин корм. Показываю и рассказываю про то, как можно сделать красивые длинные волосы за 15 минут. В общем, купила я этот хвостик. Это натуральные волосы, стопроцентные натуральные волосы. Так вот это выглядит. Сейчас. Ага, вот. Здесь такое крепление. Хвостик. И он цепляется на свой хвостик. На свой родной хвостик. Значит, в чём плюс этих волос? Этот хвостик, его можно накручивать. Его можно накручивать на плойку, на утюжок. Его можно мыть. Есть инструкция, как его мыть. Его нужно мыть шампунем, с бальзамом. Всё, как обычные волосы. И его можно красить. То есть, если мне вдруг... Если мне вдруг покажется, что хвостик отличается по цвету от моих волос, или я, например, сделаю светлее свои волосы, то я могу его покрасить. Но хвостик мне подходит по цвету идеально. Так что скоро увидите результат длинных волос. Сегодня у нас новое кулинарное шоу. И вы увидите то, чего никогда не видели. Что, в принципе, никогда не видела я. У нас на кухне новый шоу повар Виктор. И он будет готовить форель. Да, вы не ослышались. Он будет готовить форель по своему специальному рецепту. В каком? Попробуем у него узнать. Рецепта ещё не знает никто, но сначала пошёл лучок. Сначала надо лук поедать. Что вас вдохновило сегодня на создание этого кулинарного... Отсутствие еды. То есть вы хотите сказать, что ваша жена, всем известная Ирэн Сигал, вас морит голодом? Иногда. И по этому поводу вы приобрели... Форель. Форель. Это горная? Это горная. Радужная форель. Форель. Горная рыбка. Очень вкусная. За все те годы, которые я знаю Виктора, он ни разу не готовил рыбу. Он, в принципе, ни разу ничего не готовил. Рыбка? Но вот это сейчас я чувствую, мы увидим высший пилотаж. Я прям это ощущаю, потому что я вижу, что он вытворяет форелью. Форель бесщадно обезглавлена. Бесщадно? Несщадно. В общем, форель обезглавлена. И обеспощена. И обеспощена. Лично мне интересно знать, что будет дальше. Мне тоже. Ню, а пару слов для прессы. Вы когда-нибудь видели капу у плиты? Вы в шоке? Мы тоже. Так, пошло сливочное масло в сковороду. Вы бы комментировали свой рецепт, Виктор? У меня нет никакого рецепта. У меня что в голову заходит, то я и делаю. Ладно, я комментирую. Пошел перчик. Он экстра. Эльф, там папа рыбов жарит. Что ты скажешь? Ты в шоке. Я вижу, что ты просто в полном смятении. Папа и рыбы. Я отвлеклась на животных. Я возвращаюсь на кухню и смотрю, что тут происходит. Что тут происходит? Виктор уложил всю рыбину в сковородку. Надо было ее разрезать пополам, как минимум. Ничего себе подняться. Это весьма неординарный способ жарки. Но мы ждем результат. Рыба, ты как? Хорошо. Я снимаю, ты увлечен в процесс. Ранее тебе неизвестный. Или признайся, ты когда-то уже жарил рыбу. Я не помню. Я не помню. Это как в том анекдоте. Да, мама, вы хотите жареные рыбы? Да. Так идите и пожарьте. Так рыбы нету. Так сидите и не хотите. То есть прямо все в спецэффектах. Рецепт усложняется. Это еще вот и перчик. Так рыба уже завалена лучком. Пахнет, потрясающе. Для первого раза прекрасно. А вы мне дадите попробовать этот шадыбок? Вы не любите рыбу. Но я вам дам, конечно же, попробую. Нюшенька, хочешь жареные рыбы? Та-дам! 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 Ну, надеется, что мы готовим. Выглядит очень аппетитно. Мяу! И пошел. Сам себе приготовил. И сам себе пошел употреблять. Ирен, откуда у вас такие длинные шикарные волосы? Секрет прост. Я могу голову лопушком. Ссылка на лопушок в описании. Добрый день, друзья! Только что вы узнали основной принцип работы рекламы. Итак, я сегодня в роскошных, в роскошных длинных волосах, которые я сотворила, естественно, без лопушка за 15 минут. И вот, посмотрите, как классно смотрится этот хвост. И почему я раньше этого не сделала. Так, друзья! Мы едем опять по делам. Все как обычно. Ваш любимый домашний бытовой влог. Как вам мое преображение хвостатое? Я, наверное, такой длины свои волосы никогда в жизни не отращу. Но у меня таких не было. Вот то, что у меня сейчас со своими волосами, это моя самая длинная длина. Вот, а так хочется. Что у нас там склад хозяйственных сумочек, между прочим. Смотрите, что я получила. В общем, учиться, учиться и еще раз учиться. И я решила, что нужно улучшать качество своих видео. Чтобы мои видео были более интересными и классными, я заказала книжку. Дома покажу какую. Для написания сценариев. Да, то есть все серьезно. Так, чтобы вы знали, муж меня называет. Как ты меня называешь? Тарантиновна. Не просто так. Так что я не Эрен Сигал, а Тарантиновна в узких кругах. Я прямо аж не терпится ее открыть, книжечку свою. Но я буду терпеть. Буду терпеть до дома, чтобы сделать это вместе с вами. Если вы думали, что блогерам быть легко, то это заблуждение. Потому что, чтобы быть блогером и чтобы быть интересным блогером, нужно постоянно учиться. Вот я учусь, два года я этим занимаюсь. Я закончила курсы ораторского мастерства. О, я изучила, закончила курсы, как вообще это все делать, как монтировать. Есть музыка, огромное количество разной информации. И все для того, чтобы сделать 10-20 минутный ролик. И вам было интересно. И мне, конечно, тоже, чтобы было интересно. Вот. Это первая книга. Есть список еще. И я, конечно, хочу прочитать все книги из этого списка. И поди, знай, вдруг во мне скрыт талант режиссера или еще кого-то. Кого-нибудь. Кого я еще пока не знаю. Так что, друзья мои, пишите, любите ли вы читать, любите ли вы учиться и любите ли вы меня, так как я люблю вас. Увидимся. Опа. Смотрите, какие у нас симпатичные парни. В торговом центре появились. Вот такие. Что мне нравится в нашем торговом центре, они постоянно тематически его как-то украшают. Посмотрите, оставлю ссылку внизу в описании. Влог, январский влог из Варшавы. Как этот был торговый центр украшен обалденно белыми мешутками, елками. И сейчас вот динозавры. И еще, вы помните, я тоже показывала, иногда ставят красивые фотозоны. Что, Виктор? Он зашевелился? Классно. Мне очень нравится. Настроение детское. Распаковка книжки. Книжная распаковка. Такого у нас еще не было точно. И тут запечатано. А вот и книга. Книга называется «Спасите котика». Все, что нужно знать для написания романа. Автор Блейк Снайдер. Друзья мои, я пошла доводить свой талант до совершенства. Мы с вами увидимся в новых влогах. Всем классного настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин